Продолжение следует... 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 Решения не выходили ни негативные, ни позитивные. Дополнительные вопросы практически не приходили ни в каком режиме, поэтому все достаточно были в таком подвешенном состоянии, в нервном. В конце мая… Вы говорите о четырех месяцах. Это какой период? Это ведь период не 24 февраля, а прямо с начала года. Да, это с начала года. С начала года был выпуск решений, и, кстати, очередной слив этих решений мы можем видеть в открытых интернет-источниках. К сожалению, кто-то из чиновников или неких лиц в всех этих структурах помогает данным попасть вовне, во внешние источники, поэтому мы вместе со всеми нашими присутствующими здесь и нашими клиентами читаем эти новости. То есть решения были, но потом вот да, одно отслоилось на другое, и они прекратили выходить. Итак, с конца мая 2022 года, когда был назначен руководитель департамента миграции, наконец-то, которого мы ждали как манны небесной, посыпались дополнительные вопросы, запросы на тех клиентов, которые находятся в рассмотрении, и уже отчаялись получать эти доп. запросы, мы очень рады всем этим вещам, чем больше активности, тем лучше, и надеемся, что сейчас пойдут. Там образовалась пробка, реальная пробка из очень многих десятков клиентов, не только нашей компании, но и коллег по цеху. Поэтому все эти люди, и мы вместе с ними ожидаем выхода каких-либо решений этим летом. Правильно ли я понимаю, вот появился тот человек уже в правительстве Черногории, который принимает финальное решение уже после того, как уполномоченные компании свою работу провели? Все правильно. Тогда давайте напомните пару слов про вот эту структуру, связанную с уполномоченными компаниями, как, собственно, все работает. Да, это интересная тема, которая находится как бы за семью печатями и сильно не освещается. На самом деле, due diligence нанимается любым из уважающих себя государств, которые учреждают программу гражданства через инвестиции для того, чтобы происходила независимая экспертиза всех аппликантов на тот или иной вид гражданства. В данном случае мы говорим про гражданство Черногории. Государство нанимает две дьюдил-компании из двух стран, либо Великобритания, либо Канада. Эти страны, эти компании достаточно большие, специализируются только на due diligence. Эти два слова означают проверка по безопасности. Проверка по безопасности не выполняется в Канаде или Великобритании. Ни в коем случае, потому что не только у Черногории русские или белорусские аппликанты, но есть аппликанты из стран Ближнего Востока, есть китайцы, есть кто угодно, американцы. Поэтому компании, сертифицированные под due diligence, нанимают в свою очередь мелкие детективные агентства в тех странах, откуда родом главные аппликанты, члены его семьи. Эти агентства, в свою очередь, шерстят по базам полностью всю информацию, вынимая из внутренних источников, из всех баз, иногда ногами ходят, смотрят правдивую ли информацию. Мы, как агенты, вместе с нашим клиентом указываем в тех государственных формах, которые подаем на рассмотрение. После того, как due diligence, это вот такой репорт, выпускает этот репорт, он попадает обратно в страну, где он складируется в департаменте. И для того, чтобы дальше мы получили наконец-то вот этот вот ожидаемый всеми главное решение, одобрение, давайте пускать правильные флюиды в космос, для этого одобрения нужен последний окей. И человек, который отвечает в департаменте за все это дело, должен просмотреть и поставить это последний окей. Его не было. Скажите, пожалуйста, вот если вы видите, что появляются дополнительные вопросы, на какой стадии они появляются? Они появляются от этих компаний и они появляются даже от этого финального человека? Вы знаете, они сейчас, Филипп, появляются вообще отовсюду. Первые вопросы прилетают от банков. Если раньше банковский due diligence, compliance проверку мы проходили с легкостью и даже не обращали внимания ни мы, ни клиенты. Просто мы отправляли деньги и да, это данность, данность сегодняшнего дня, но как бы все пролетало очень быстро. На сегодняшний момент compliance банка это практически такое же, а иногда и хуже по своей насыщенности проверка, которая требует предоставления многих документов, дополнительных ответов на вопросы, которые просто сыпятся как из рога изобилия из этих банков. Поэтому вот это первый срез, потом идет due diligence, от них могут быть дополнительные вопросы и могут быть дополнительные вопросы от самого департамента. Скажите, пожалуйста, вот вопросы в адрес потенциального заявителя, это в массе своей что нужно предоставить в письменном виде? Или вы сказали, что там возможно какие-то устные переговоры, что человек могут куда-то вызвать на разговор? Или это по большому счету нужно подчеркнуть все пить? Устно было бы прекрасно, вот в таком же режиме зумовском, как мы с вами, сажали бы наших аппликантов и проводили бы с ними интервью, и все были бы счастливы. Но нет, сначала выпускается ряд вопросов от одного, иногда мы получаем десяток вопросов. Они присылаются нам как лицензированному агенту, мы далее делимся с клиентом и отвечаем на все эти вопросы в письменном виде. Иногда это сочинение на тему, расскажи, как ты пришел вот к сумме такого-то заработка. Несмотря на то, что мы в обязательном порядке готовим резюме под любой файл, резюме трудовой деятельности, пути к сегодняшнему благосостоянию нашего клиента, в любом случае прилетают доп. запросы на то, откуда возникла эта сумма, которую проверка видит из предоставленных документов, или покажите контрагентов, или раскройте вот эту вот сделку и так далее. Могут быть совершенно различного характера запросы. Или не хватает информации, или истекла справка о несудимости из такой-то страны. У нас не все наши аппликанты, это только граждане Российской Федерации. У многих есть виды нажительства других государств или даже паспорта. И для черногорской программы в обязательном порядке необходимы документы, которые свидетельствуют в отсутствии судимости из всех стран, откуда у человека есть вот эти вот самые виды нажительства ПМЖ и гражданства. Вы знаете, я попрошу сейчас в рамках нашей презентации включить кадр, где есть такой список начальных документов, которые должен человек представить. Понятное дело, что он сейчас расширен очень сильно, но вот давайте сейчас найдем его, где-то он здесь был у нас. Был, сейчас мы его найдем. Вот документы под программу гражданства Черногории. Собственно, этот список, мы с вами его несколько раз обсуждали. Можно ли сказать, что есть некие обязательные документы, которые нужны уже сверх этого? Вот тот человек, который сейчас, допустим, с куля начинает, в общем, время, формально говоря, еще есть, пусть немного, что еще ему обязательно нужно предоставить? Или, может быть, есть какие-то замечания относительно вот этого списка документов? Их надо предоставить в каком-то особом виде, с какими-то особыми там заверениями, дополнениями и так далее. Ничего не произошло, Филипп, с момента нашей последней встречи. Этот список остается актуальным списком. Но просто нужно помнить, что если есть другие дополнительные статусы из других стран, оттуда в обязательном порядке нужны справки о несудимости, все эти документы должны быть апостелированы, либо предоставлены живьем в натуральном виде в Черногории на несколько дней, для того, чтобы они там были нотариально заверены и обработаны по тому способу, который необходим для подачи. Из дополнительных документов мы не можем никогда предвидеть, предвосхитить то, что будут дозапрашивать те или иные инстанции. Поэтому мы действуем в рамках вот этих вот самых дозапросов. Все, что здесь перечислено, это не такой большой список документов, которого нужно пугаться. Но так как сейчас, после 24 числа, все страны, которые оставили за собой возможность принятия российских аппликантов, объявили о так называемом двойном дью-дилиженсе, это не просто проверка, но еще и проверка на причастность возможных аппликантов к санкционным спискам в том или ином контексте. Проверяются санкционные компании, если в них или рядом с ними находится человек. Проверяются, в общем-то, все связи этого человека, смотрятся очень скрупулезно, все открытые источники. Поэтому каждый из тех, кто хотел бы пойти в нашу, в эту программу «Гражданство через инвестиции Черногории», должен первонаперво пойти в Яндекс и Гугл и посмотреть, есть ли на него в открытых источниках некая компроментирующая его информация, насколько она глубинная, насколько там можно, в общем, за что зацепиться. Мы должны все эти вещи видеть наперед, потому что они сегодня влияют на вынесение окончательного решения. Традиционный вопрос, который я вам, в общем, в прошлый раз задавал, но сейчас он наверняка и ответ будет в каком-то смысле другой. И важно понимать, человек начинает собирать документы, после этого общается, ну, параллельно общается с вами, потом документы куда-то отправляются. В какой момент он понимает, что, пусть даже он не получил пока положительного ответа, но его дело рассматривается, и он, что называется, в программе. То есть он находится не в каком-то таком абстрактном поле, что, ну, то есть вот тот самый последний вагон, да, о котором мы говорим, что все, его дело рассматривается, и это означает… Когда он ставит галочку. Да, что ему могут задавать дополнительные вопросы, но тем не менее. Ну, там есть много реперных точек, когда человек может чувствовать то самое удовлетворение от некого процесса, который куда-то все же идет, а не стоит на месте, мертвым грузом не лежит где-то его файл. Во-первых, когда документы принимают в департаменте от нашего юриста, который несет этот файл физически, мы получаем бумагу о принятии документов. Это основной документ, который немного должен расслабить каждого из наших аппликантов. Второй документ проходит несколько месяцев, возможно, но сейчас из-за того, что много аппликантов, несколько месяцев – это нормальный срок. И мы получаем еще одно уведомление от департамента, что документы приняты полностью к рассмотрению, потому что они отвечают стандартам того списка документов, которым располагает департамент иммиграции. И пошел путь дальше. Вот это вот, значит, первый документ, что приняли, второй документ, что документов хватает, третий, третья галочка может быть поставлена, когда мы, как компания, лицензированный агент, видим, что списаны деньги за due diligence. Это означает, что проверка сделана. Это бывает сейчас в районе где-то пяти, даже шести месяцев после принятия документов. И мы не прошли еще по одному очень важному пункту. Подавать документы мы сейчас можем для русских и белорусов. Кстати, все остальные граждане других стран СНГ, они могут с легкостью, как и прежде, подаваться, если у них нет российского подданства в том числе. Но россияне и белорусы имеют один маленький, но не очень приятный препон, к которому все, кто идет в программу, должны быть готовы. Для того, чтобы банки Черногории придали нам возможность открыть эскроу счета и дали возможность человеку завести на эскроу счета свои средства для оплаты основных платежей, это два госфонда по 100 тысяч и девелоперский взнос 250 или 450 на юге, необходимо иметь либо другие виды нажительства стран Евросоюза, либо паспорта других государств, здесь не играет значение страны СНГ, либо, если нет ни того, ни другого, то необходим будет вид на жительство Черногории. Это делается нами в параллели со самой программой, но без этих статусов открыть эскроу счет Центробанк Черногории сейчас запрещает. Вот я просто звоню, поступают вопросы. Первый вопрос к нам не через чат даже люди пишут. Вот сейчас, если я правильно понял, а можно ли сказать, что критерии каким-то образом изменились? То есть человек, который, условно говоря, до 24 февраля, до конфликта на Украине каким-то образом проходил по программе, сейчас... Да. Вот тут я сначала сказала нет, а сейчас я скажу да. Если раньше ПЭПы, которые... ПЭПы – это политикally exposed persons, лица под санкциями, лица из бывших санкционных списков, либо лица, приближенные к верхним кругам государства, но покинувшие свои посты, например, бывшие министры, некие депутаты, вышедшие из своей роли и имеющие возможность доказать происхождение средств не на должности, мы со всей этой категорией лиц раньше могли работать. Сейчас это очень затруднено. Все бывшие... Ну, то есть все ПЭПы высокого уровня, среднего уровня – это практически точно нет. И если еще раньше черногорские власти достаточно лояльно относились к людям, у которых были прежние судимости, например, десятилетней давности экономического характера, то сейчас из-за того, что двойной due diligence будет меньше шансов на то, чтобы пройти именно вот эту проверку. То есть, да, к нам стали относиться строже. Давайте вот так вот скажем. Хорошо. Ну и уже там и к Софье, и к Юлии, соответственно, уже переходим к вопросу. Вопрос оплат. Все-таки еще разочек. Давайте на этом вопросе остановимся. Есть же, собственно, два типа оплат. Одни – это те оплаты, которые нужно производить за сам факт того, что... Далее три типа. За сам факт того, что с тобой вообще разбираются, с твоими документами работают. Вторая история – это два платежа в госфонды. И третья – это платеж за недвижимость. Вот они все делаются с эскроу... Для этого же перевести деньги на некий эскроу-счет в Черногории. Не все платежи делаются через эскроу, но суть вы описали абсолютно правильно. Нам нужно три эскроу-счета. Два эскроу под два госфонда, под взнос в эти госфонды. Это по 100 тысяч евро. И один эскроу дополнительный под девелоперский платеж. Если человек выбирает Монтис, это северный проект, он стоит 250 тысяч, и эскроу должен быть открыт под такой платеж. То есть два по 100 и один – 250. То, что называется государственные пошлины, это application fee – 15 тысяч евро на главного аппликанта, по 10 тысяч евро на каждого зависимого члена семьи, и due diligence – 10 тысяч на семью до четырех человек. Эти суммы платятся на нас, как на лицензированного агента в Черногории, Apex Capital Partners в Черногории. Еще один все-таки важный момент. Человек начинает собирать документы, после этого с вашей помощью, но вы понимаете, что все, первый набор документов необходимый, скажем так, недостаточный, но необходимый, готов, вы его уже отправляете. К этому моменту какие платежи уже должны быть? Все госпошлины должны пойти вместе с отправкой документов в Черногорию, должны уйти госпошлины. Как только, ну, можно все остальное тоже начинать платить, но вернемся к пункту А, нам нужно открыть ВНЖ для того, чтобы сделать платежи на эскру. Если вид на жительство уже открыт, для этого нужно один раз полететь в Черногорию, или есть другие виды на жительство стран Евросоюза, то можно потихоньку переводить деньги на счет физического лица в Черногории, который также должен быть открыт в том же банке лучше, в котором и будут открыты эскроу-счета, аккумулировать средства на этом счете, потому что оплату на эскроу может быть произведена только в евро. Поэтому каким бы образом вы не заводили деньги в Черногорию или на другие свои счета вне России, в любом случае платеж на эскроу-счета должен быть осуществлен в евро. Поэтому, ну, в общем-то, Филипп, отвечая прямо на ваш вопрос, всеми вопросами, связанными с платежами, нужно заниматься прямо с начала сбора документов. Если раньше, я, кстати, все время, да, у меня флешбек, я живу прошлыми категориями и раньше, да, действительно, все было так. Мы сначала готовили весь пакет документов, потом он, когда был готов уезжать в Черногорию, платились все пошлины, и когда документы приезжали в Черногорию, платились суммы на эскроу. Вот сейчас из-за того, что у нас дичь полная происходит с банковскими историями, нужно заниматься этим в параллеле с подготовкой документов. Мы помогаем, все, чем мы располагаем из наших знаний, мы делимся с нашими клиентами, если можем где-то помочь открыть счет удаленно, там, вот, с видом на жительство и так далее, мы, безусловно, с этим всем помогаем. Да, и платить из санкционных банков, естественно, нельзя. Даже мелочи, которые могут уходить в Черногорию, они должны быть сделаны не из санкционных банков. Фрайфайзен пока работает хорошо. Окей. Дмитрий, видел ваш вопрос, обязательно, Софья, задам вам его. Юля, давайте несколько слов о проекте. Мы вот с вами перед началом нашего вебинара, рассуждая вообще о проектах, о программе Черногории, поймали себя на мысли, что, ну, действительно, вы, вроде как, не первый раз уже говорим, и проект уже более-менее известен, и там можно ли сказать что-то новое. Но, с другой стороны, давайте не будем говорить исключительно о новом. Во-первых, кто-то нас может быть слышит первый раз. Во-вторых, в любом случае, ну, я думаю, что события последних месяцев очень у многих настолько переформатировали воспоминания, что уже трудно запомнить аж что, где, как и так далее. Поэтому давайте вот несколько слов о вашем проекте с чистого листа. Что он представляет собой в принципе и в каком состоянии он находится сейчас? Да, Филипп, спасибо. Ну, если прям с чистого листа и для слушателей, которые первый раз присоединились к нашему вебинару, то было бы полезно знать, что есть аккредитованные отели под программу как на юге, так и на севере. Если в прошлом году этих отелей насчитывалось на юге 4, а на севере 11, то уже в этом году произошло некое, как сказать, теперь сжатие. Ну, может быть, сжатие, сжатие, наверное. И остались на дистанции только самые сильные игроки данной программы. И на юге также осталось 4 отеля, а вот на севере осталось уже только 6 отелей. Поэтому нашим нынешним клиентам, которым еще предстоит выбрать проект или кто планирует войти в эту историю, ну, я бы сказала, будет, наверное, намного легче выбирать, потому что те игроки, которые остались, это уже поистине сильные игроки в данной программе. Про отель «Монтис», если так коротко рассказать, то это самый большой отель на севере Черногории, который подразумевает инвестиции как минимум 250 тысяч евро под программу. Также есть номера за 250 и есть номера «Президент» категории, которые стоят 500 тысяч евро. Если, допустим, у вас две семьи или вы хотите податься, вы там супруг, супруга, его семья, а также, к примеру, родители, инвестора или супруги, то, соответственно, они могут использовать также отель «Монтис» и подаваться сразу на две семьи под программу. Отель тоже один из таких отличительных чертов «Монтиса» заключается в том, что он расположен на берегу красивей же реки Черногории Тара. Отель пятизвездочный, в нем будет располагаться 239 номеров и со всей возможной инфраструктурой, со спа, с различными ресторанами, барами, с собственным кинотеатром. Отель, если, например, другие отели на севере Черногории, они более подразумевают посещаемость тех, кто приезжает именно на горнолыжный курорт и именно, скажем так, наслаждаться лыжными… Зимой. Да, зимой. Соответственно, лыжным видом спорта, то «Монтис», он дает возможность использовать данный отель и посещать его на протяжении всего года. То есть это круглогодичность, что дает возможность нашим будущим клиентам, также будущим инвесторам данный отель. Данный отель может привести больше прибыли, так как он всесезонный. Я попрошу, Юлю, прокомментировать вот этот кадр. Ну, я надеюсь, что более-менее видно нашим зрителям. Но если нет, то презентацию всегда, я думаю, Юлю с удовольствием вам пришлет. Вот. Несколько слов про количество корпусов и о том, какие уже построены или уже в первую очередь будут строиться, какие проданы и так далее. Несколько слов об этом можно сказать. Да, как я уже сказала, данный отель – самый большой отель, проект на севере Черногории. Он состоит из четырех корпусов. Первый, второй, третий идут именно под резервацию. Первый, второй уже полностью корпусы зарезервированы. Остался третий корпус, и то осталась одна третья часть доступных номеров. Плюс есть четвертый корпус, который даже не будет отдан под резервацию, под продажу, а он именно только под внутренние инвестиции, непосредственно девелопера, застройщика и также совместно с компанией, которая строится этот проект. Соответственно, этот проект имеет большое финансовое будущее. За счет этого не только под паспортные программы, но также и под инвесторов внутренних, что делает этот проект еще привлекательнее. Еще немаловажный момент, что этот один из немногих проектов, который имеет банковскую гарантию. И банковская гарантия в размере двух с половиной миллионов означает следующее, что сам инвестор, сам застройщик, вложил в банк именно свои два с половиной миллиона евро собственные средства, которые гарантируют, что данный проект, той самой суммы, он гарантирует, что данный проект будет построен вовремя. Потому что многие клиенты спрашивают, говорят, ну у вас вот такой большой проект, а где гарантия, что он будет построен? Вот это тоже один из таких пунктов, которые дает привилегию и привлекательность данному проекту. Давайте еще тогда вот эти кадры, несколько кадров прокомментируете. Ну, собственно, понятное дело, что стройка – это всегда стройка, выглядит она так. Главная радость, что люди есть и какое-то движение происходит. Что сейчас происходит на проекте? И, как я понимаю, вы просто зимой с вами говорили, зимой строительство в Черногории не особо активно ведется. Ну, зимой не особо активно ведется, как и везде, наверное. Еще, наверное, немаловажный факт. Хотела бы сказать о данном проекте, что этим проектом будет управлять гостиничный оператор «Сплейзит». Это пятизвездочный отель, самый первый пятизвездочный отель в Черногории, который до сих пор имеет большую популярность. Соответственно, они имеют большой опыт, и концепция будет заключена именно на той основе, что управлять будет именно отель «Сплендит», что тоже является гарантией успеха и большого будущего данного проекта. И клиенты, которые будут приобретать номера в отеле «Монтис», на время, пока будет строиться отель, смогут проживать бесплатно неделю в году в пятизвездочном отеле «Сплендит» на юге Черногории, что тоже является неким таким, ну, может быть, небольшим, а может быть, бонусом для будущих покупателей. Я, знаете, один кадр еще хочу сейчас найти, чтобы на основании его вы рассказали. Все-таки вот цифра, которая напрямую связана с инвестициями под паспортную программу – 250 тысяч. Я вот сейчас посмотрю, где-то, мне кажется, у вас был такой слайд замечательный. Вот он. Да-да-да. И возникает вопрос, а все-таки что сейчас такое 250 тысяч? Что у вас можно приобрести за 250 тысяч евро? Непосредственно, если вы инвестируете в отель «Монтис», вы приобретаете номер в собственность, потому что также есть разные проекты, которые, инвестируя в эти проекты, вы приобретаете долю, то здесь именно конкретно будет номер в вашу собственность. Сразу тоже расскажу о том, что часто задают клиенты вопросы, сможем ли мы в любой момент приезжать, отдыхать в этот номер. В любой момент не получится, так как вы будете подписывать договор с засрочиванием с данным проектом, который гласит о том, что вы отдаете свой номер управлению отелю. И ваш номер будет непосредственно работать на отель, но также он будет и вам приносить прибыль. После того, как отель будет сдан в эксплуатацию и начнет работать, клиенты, собственники номеров будут получать 40% от общей прибыли отеля. То есть эта прибыль не будет привязана к тому, отдыхает ли кто-то в этом году именно в вашем номере и сколько раз заселялся, а эта именно прибыль будет разделяться одинаково на каждого инвестора с общей прибыли отеля. И еще один момент, наверное, скажу для тех, возможно, опять-таки, кто первый раз нас слышит. Когда будете выбирать отели, то некоторые отели взимают некую сумму за управление, за управление именно отеля, номеров владельцев, которым принадлежат, то именно Монтис, он не взимает никаких плат за управление. Соответственно, после того, как он начнет функционировать, клиент сможет получать, инвестор, только прибыль, никаких растрат. Это тоже очень приятный такой момент. Не нужно думать, да, ни о каких там дополнительных затратах. Прекрасно. Хорошо, давайте еще тогда некий блок вопросов, потому что, ну, и относительно Монтиса, наверное, о других проектах сейчас говорить не очень корректно, но раз уж прозвучала эта информация действительно, что из там 16 проектов по факту осталось там около 10 в списке, просто не называя конкретные названия, может быть, что теперь, то есть просто, Софья, может быть, вы знаете, то есть люди, которые инвестировали туда, они что, деньги назад получат? Или вот как вообще самой Черногории это объясняется, что происходит? Ну, вы знаете, Филипп, здесь в Черногории объясняется это тем, что проекты не набрали просто необходимых средств для того, чтобы строиться дальше. Поэтому, именно поэтому мы изначально работали только с теми проектами и на севере, и на юге, которые имели свою подушку так называемой безопасности и финансовую гарантию. Именно об этом мы говорили в каждом нашем вебинаре. И, в общем-то, так и оказалось, что здесь мы были правы. Что стало с этими клиентами? Пока ничего. Если кто-то успел приобрести доли в тех проектах, которые потеряли лицензию, то все будет зависеть от того, будет ли продолжать строительство сам девелопер. Получил ли клиент, купивший в тех проектах, долю гражданства на сегодняшний момент? От этого также будет многое зависеть. Поэтому здесь однозначно ответить нельзя. Что касается многих проектов, сошедших с дистанции, они в принципе не начали свое существование. То есть была просто бумага, на которой были некие планы строительства. И был бизнес-план, на основании которого была получена лицензия. Дальше у многих, практически из всех перечисленных проектов, не прошло дальше никуда. От чего это зависит? От очень многих факторов. Мы пытались работать со всеми проектами и столкнулись во многих случаях с некачественным маркетингом, продажниками. Вот этот вопрос у многих строителей, он абсолютно был неразвит. И все это плачевно сказалось на итоговом результате. Поэтому, когда у проекта есть комбинация из отличного маркетинга, хорошей селлс-команды, и еще есть свои деньги для того, чтобы начинать строительство. И если вы посмотрите на сегодня, то, с чего мы начали разговор, есть большой люфт, когда не выходят решения. Поэтому каждый из девелоперов, кто строит, должны закрывать стройку своими собственными деньгами. Потому что деньги же аккумулируются на эскрус-счетах, и они не выдаются девелоперу. И сотни клиентов, которые ждут позитивного выхода решений, они свои деньги имеют на тех же самых эскрус-счетах в банках. Их девелопер не получал. Поэтому те девелоперы, у кого нет своих денег, они просто, увы, должны были закрыть свои проекты. Окей. Вопрос был у Дмитрия. Он такой, с одной стороны, немножко философский, а с другой стороны, с учетом текущей ситуации по геополитике, он действительно важный. То есть все-таки один из аргументов, который был еще в прошлом году, что Черногория – это страна, не Евросоюз, но все равно это европейское гражданство и через какое-то время все-таки гражданство Евросоюза. Вот ваше ощущение. Понятное дело, что политика сейчас, особенно сейчас, эта штука не только непредсказуемая, но и, к сожалению, страшновато-цимичная очень часто, но, тем не менее, в рамках всего происходящего, как вы оцениваете перспективы Черногории и вообще место Черногории в Европе? Вы знаете, Филипп, Черногория очень долгое время, последние месяцы пыталась усидеть на всех стульях разом, но, естественно, это не очень хорошо получается в сегодняшних реалиях, поэтому она выбрала свой курс, и курс ее Евросоюз. Поэтому она приняла все, что принимает Евросоюз, и все же курс не был смещен ни в какие другие стороны, поэтому все предпосылки для того, чтобы путь Черногории к Евросоюзу увенчался успехом в итоге по прошествии того времени, который отведен на последние подготовления для вступления в ЕС, а именно до конца 2025 года, все эти предпосылки есть, и они лишь увеличились. Поэтому наше ощущение, что Черногория до Евросоюза дойдет в обязательном порядке. Другой вопрос нам задают постоянно, это и клиенты, и многие эксперты нашего рынка, а зачем ей в Евросоюз? Ну, это уже философский вопрос. В общем и целом, ответом на ваш вопрос, идет ли Черногория в ЕС, да, она туда идет семимильными шагами. Окей. Юля, такой вопрос к вам. Вот, как вы сами сказали, скажем, в первом-втором корпусе практически ничего не осталось, ну или просто ничего, да. Когда человек вот сейчас начинает выбирать, вообще из чего ему можно выбирать, сколько таких вариантов, ну, сколько юнитов, там, 10, 15, 100, там, какой хотя бы порядок, и что это, что он, из чего можно выбрать, можно выбрать этаж, можно выбрать какой-то вид, или пока, или уже и этого почти ничего не осталось. Ну, к счастью, наверное, еще осталось, да. Как я уже сказала, первый корпус полностью зарезервирован, второй корпус тоже, четвертый вообще не под продажу, а под внутренние, да, инвестиции под собственные. Соответственно, остается третий корпус, где, как я уже называла, осталось примерно свободное, ну, где-то одна третья часть из 70 номеров, вот, где-то примерно, даже чуть может, наверное, меньше, чем одна третья. Выбирать можно, мы предоставляем клиенту все проектные планы, где видно будет, какой этаж он может выбрать с видом на горы, на реку, или с видом и на горы, и на реку, и остались номера, как я уже сказала, по 250 тысяч, и плюс в этом году немного изменили ценовую политику, мы предлагаем нашим клиентам с улучшенным видом номера, которые будут стоить 270 тысяч евро. Также есть в доступе и за 500, это президентские номера, как я уже повторилась, их можно использовать под две семьи, а можно и себе купить просто большой номер, в котором впоследствии один месяц в году клиент сможет отдыхать бесплатно, или больше, ну, за меньшую сумму, чем все остальные клиенты. Софья, ну и тогда все-таки, уже подводя некий итог, по сути, ну, нам самый, наверное, главный, то есть то, о чем мы с вами говорили два месяца назад, ну, вот можно ли сказать, что черногорская программа не только формально не отменена и работает, но исходя из последних изменений, она и фактически работает, то есть вот началось некое движение, которого не было в начале года по внутренним черногорским проблемам. Все так, Филипп, да, программа работает, подавать документы мы можем, мы их подаем, все вещи, связанные с подготовкой клиента для завода денег в Черногорию, весь этот путь вместе с каждым из наших клиентов мы проходим, не пугайтесь этого, это лишь звучит сложно, да, это потребует дополнительного прилета в Черногорию, если раньше нужно было прилететь лишь один раз для того, чтобы получить паспорта, то теперь нужно будет прилететь еще один раз для того, чтобы получить вид на жительство, если он необходим. Но я не думаю, что это сложно, страшно и так далее, несмотря на то, что с перелетами сейчас та еще история, в любом случае самолеты летают через Турцию, через, возможно, Албанию, через Сербию, если успеешь купить билет. Да, это правда. Ну, в любом случае добраться туда можно, поэтому все это возможно. Наши, те клиенты, которые хотят дойти до финала вместе с нами, туда доходят, нужно только набраться терпения, не переживать по всем пунктам, которые сыпятся на пути подготовки документов, а также прохождение банковских историй. Ловите дзен, и все будет хорошо. Я правильно понимаю, что вы назвали цифру примерно полгода, а полгода – это вопрос, это от момента начала сбора документов до возможного финального одобрения, или какие сроки вообще сейчас, что можно, чего нельзя говорить по срокам, и что можно говорить? Все можно говорить по срокам. Единственное, что каждый клиент, каждый потенциальный аппликант должен понимать, что сроки не зависят от лицензированного агента, сроки зависят только от государства, от вынесения решения государством, а также сейчас от прохождения банковских комплайнсов. И вот все это вкупе дает на сегодняшний момент ожидание с момента подачи документов от 8 до 10 месяцев в среднем. Никто у нас, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, 20 раз постучу по дереву, не перевалил за рубеж 12 месяцев, потому что это было бы совсем много, но до 10 месяцев, и если вдруг кто-то присутствует из существующих клиентов сегодня на вебинаре, то да, за 10 месяцев перевалили уже многие люди, но именно из-за того, что была задержка, именно образовалась вот эта самая пробка, которая практически 4 месяца не выносили решения в департаменте, пока была подвисшая ситуация. То есть рассчитывать нужно приблизительно на 10 месяцев. Ак Алексея, вопрос, какой остался лимит на получение гражданства из изначальных 2000 претендентов на текущий год? Очень много, практически 1000. Ага, ну то есть, если я правильно помню, мы с вами, когда в январе, господи, когда мы это говорили, там что-то 1200 было где-то так. Меньше 1200. Ну то есть сейчас подаются по-прежнему люди. Сейчас подаются, и подаваться будут, и до конца года лимит не будет выбран, уверенно говорю. Но при этом черногорские власти уже четко даже не в рамках каких-то своих внутренних диалогов, а нам в официальной встрече заявили, что все, ребят, после 31 декабря мы продлевать программу не будем. Ну тут, Филипп, черногорские власти, они сегодня говорят так, завтра эдак. Мы и в прошлом году 31 декабря получили известие о том, что программа продлена, и нас держали в жутком напряжении до конца года. Поэтому стопроцентной гарантии нет, но ближе, если в прошлом году мы давали 90% на то, что программа будет продлена, то в этом году мы даем 90% на то, что программа будет закрыта. 10% остается. Ну что ж, друзья, ну мне кажется, что там основные базовые моменты мы успели осветить за вот эти 45 минут, еще разочек. Программу мало того, что работает, в Черногории назначен все-таки уполномоченный человек, который финальный окей делает. Это первый момент. Второй момент, на который надо, мне кажется, обратить внимание, сбор документов, он становится более сложным, хотя базовый набор остается тем же самым. я просто немножко смутила ваша фраза, Софья, может просто буквально пару слов расшифровать. Ну хорошо, человек посмотрит в Гугле, в Яндексе, вы сказали что-то узнать про себя, но человек про себя и так более-менее знает заявитель. Все-таки помимо того, что политиком определенного уровня и выше теперь будет скорее всего заказан к паспорту, что-то еще, что это может быть? То есть можно ли к этому как-то заранее подготовиться или все равно базовая история это базовый набор документов, а уж потом как, что затребуют? Ну нет, мы никогда так на самотек этот процесс не пускаем. Мы консервативная компания, тем, в общем-то, и славимся. Мы берем только те кейсы, к которых практически на 100% уверены. И да, вот этот перестройка именно отношения департамента к таким-то аппликантам, к которым были лояльны еще полгода назад, а сегодня нет, она произошла. В любом случае мы делаем преанализ. И если сегодня мы четко понимаем, что да, вот этих людей не возьмут или они получат 60% отказа, мы ровно в таком же контексте выдаем это клиенту, он будет делать сам, принимать решение идти ли, рисковать ли, или лучше пока подождать, пока ситуация не уляжется. Мы не будем никого заставлять, естественно, или умалчивать какие-то риски, которые могут ждать человека на пути проверки документов. Мы четко понимаем, что если много порочащей информации в интернете, если есть связь с санкционными людьми, если человек играет в хоккейной ночной лиге, то будут проблемы, понимаете, вот такие моменты они сразу на виду, если он по каждую субботу встречается там с неким человеком из санкционного списка. Это видно, об этом все знают, это всплывет, не нужно ходить в программу. Они как эта красная тряпка делают стойку на каждый такой момент, не надо кидать кость, необходимо подавать, подаваться сейчас на программу Черногории могут лишь люди, которые полностью уверены в том, что и мы за них также уверены, что они пройдут due diligence. Остальные либо рискуют, либо лучше не ходить. Ну и тогда все-таки еще финальный вопрос. В прошлый раз, когда мы проговорили его, в случае, когда происходит отказ, но все-таки документы были поданы, а отказ пришел, какими деньгами человек рискует и какими не рискует? Рискует человек аппликейшн пошлиной, due diligence пошлиной и первой оплатой за услуги юридического сопровождения оформления гражданства. Все остальное, а именно 100, 100 и 250 или 450 будут возвращены банкам только не на российский счет аппликанта в случае отказа. Что-то означает не на российский счет. Из Черногории в Россию евро уйти не могут, поэтому если не дай бог человек получает отказ, необходимо открывать счет либо в Турции, либо в Сербии, либо где-то еще для того, чтобы эти деньги принимать обратно. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, вот еще пришел вопрос от Алексея, что Черногория заморозила 44 объекта недвижимости россиян. Это была недвижимость подсанкционных граждан или нет ли риска для обычных граждан. Вот такую новость я даже не слышал, что имеется в виду. Сегодня она, по-моему, вышла, эта новость на Черногории. Новости. Эти объекты не имеют отношения к программе гражданства, во-первых, во-вторых, мы не имеем списка раскрытых владельцев этих объектов. Почему Черногория так сделала, это другой вопрос. Это дальше суть всего этого дела будет расследоваться, разбираться в судах, потому что просто так заморозить, отобрать, лишить людей своей недвижимости не имеет права ни одного государства. В общем-то, это про другое совсем. Нет ли риска для обычных граждан? Нет. Риска для обычных граждан нет. Понятно, что мы сейчас живем во время, когда понятие риска, оно всегда немножко атрофировалось. Странные понятия. Да, но Бог знает, то, что вот опять же мы видим все-таки там тоже анализируя большое количество новостей, недавно просто смотрели вот по поводу этого шестого пакета санкций, то, что его хотели включить сначала недвижимость, потом не хотели мы вот при Антуш, понятно, мы тоже за этим очень-очень следим, это для нас тоже было очень важно и для многих наших клиентов начали анализировать, а где, собственно, информация о внесении в список была. Вот она была действительно агентством Bloomberg, опубликовала с неких слухов, потом она же эту историю опровергла и даже написала, что Кипр был против, а потом где-то Кулуарно тоже, ну, журналисты работа у нас такая, что вроде и не только Кипр был против, ну и так далее. Очень много сейчас горячих так называемых новостей, их очень ждет аудитория. Невозможно относиться к всему с холодной головой, но если относиться не с холодной, тогда, ну что же, остается паниковать. Вопросы поступают, если подавать документы на президентский номер за 500 тысяч на две семьи, банковский счет проверяется у подающего или у второй семьи тоже? Подают родные и сестры? Конечно, каждый заявитель будет идти как отдельный аппликант со своими членами семьи. Соответственно, если две семьи подается, то там будет два аппликанта, которые будут проверяться непосредственно по всей процедуре. Все так же, просто это делится, как можно сказать, вы купили 250 и 250, только в этом случае номер будет большой, его стоимость будет 500, но две семьи по 250 будут подаваться. Тут я добавлю Юлию, что в таком случае может кто-то из сестер выступать, к примеру, спонсором, поэтому основной пакет документов будет дважды подготовлен на одного человека, все остальные также будут готовить, но уже урезанный пакет. Тут вопрос именно. Так обычно бывает, вебинар уже практически закончился, пошли какие-то такие же очень важные вопросы. Ну что, я просто могу вам сказать, друзья, что Юлия и Софья по-прежнему будут готовы ответить на ваши вопросы и пообщаться и по завершению нашего вебинара, запись которого будет опубликована на Прианру вместе с материалом в середине этой недели. Юлия Годская, представитель Монтис, Mountain Reserve by Splendid, объект, по-прежнему, в программе, который в значительной степени или распродан, или зарезервирован, но, как Юля сказала, кое-что еще осталось, основным в третьем корпусе, и Софья Силина, вице-президент АПЕКС, капитал партерс по России и СНГ. Будем рады и нашему следующему встречу. Всегда понимаю, что, знаете, мы уже думали, что в конце декабря, что, ну, будем говорить о других программах. Абсолютно уверен, что о чем-то еще будем говорить. Возможно, и о Черногории, там время еще какое-то есть. Будем очень рады сообщению вашему с клиентами. Будем рады людям, которым мы сегодня помогли, дай Бог, мы действительно это сделали. Юля, Софья, спасибо. Спасибо всем присутствующим. Преанал, недвижимость за рубежом. Спасибо вам и до скорой встречи на наших мероприятиях. До свидания. Преанал,